здравствуйте дорогие друзья канал делай профессионально очень благодарен вам за ваши теплые комментарии за вопросы за благодарности так что на радостях решил записать еще одно видео буквально сегодня утром я записывал вам про то что у нас очень холодно но рассада растет но на день я забыл открыть теплицу буквально один день теплица была без воздуха я хочу показать как подросла рассада и как подросли сорняки не очень конечно может и будет видно но все же вот так я покажу вам понятно все зеленое все красивое только шею поливал но все же здесь ближе покажу видите вот рассада как бы та что маленькая здесь кстати вверх теплицы и здесь пересыхает больше видите немножко некоторые растения слабенькие которые маленькие были они как бы зеленью заглушились то есть недостаток воздуха в теплице провоцирует то что сорняки они тянутся кверху рассада тоже тянется но намного медленнее получается если стабильно воздуха нет мы получаем некачественную рассаду кстати многие люди жалуются и говорят рассада пропадает а ваша не будет пропадать но естественно я говорю что наша пропадать не будет жалуется что наша не пропадает но почему-то маленькая говорю потому что да я много воздуха и она не так быстро растет но в общем много бесед при продаже в розницу видите да вот получается рассадка такая и сорняки раз-два и поднялись я говорил что я их рвать не буду потому что у меня нет на это времени для этого я лучше больше даю воздуха не так быстро растет рассада на этом куске кстати тоже еще один важный момент она так скажем так здесь много сорняков потому что не так густо пикировал как дальше вот сейчас мы дойдем до середины теплицы и вы увидите что вот эта теория что чем там реже пикировать тем будет красивее рассада это конечно же хорошая теория но не для того кто выращивает рассаду на продажу потому что если вы выращиваете рассаду себе в теплицу там где должна быть такая очень крепкая большая рассада ранее мы греем ее ухаживаем за ней в общем все все почести все удобрения все тепло да я согласен надо давать скажем так расстояние но опять же смотря какие у нас условия если для поля если с кассет рассада то это совсем другое дело хорошо здесь помимо того что получается сегодня забыл дать воздух еще и реже спикирована рассадкой видите очень много сорняков а сейчас мы пройдем где больше воздуха даже при том друзья когда открыты окна видите теплица 60 метров то само холодно как вы догадались первые 20 метров еще у меня там пруд небольшой очень холодно оттуда если открывать окна сильно посередине вообще супер всегда перца классный урожай большие плоды ну и вверху пересыхает из-за этого кто помнит то самого начала на нашем канале вы помните что я говорил что в длину полив я буду менять буду ставить его в ширину по той причине что все равно нужно вверх больше поливать чем середину и низ но вот так вот смотрите друзья здесь посередине спикирована гуще и получается здесь больше воздуха видите вот тут даже идеально видно сорняки есть но они получаются все или маленькие или заглушились томатом видите какая классная рассада буквально недавно она была маленькая смотрите вот так беру крепко ее и переломать невозможно вот это называется рассада это вариант для дачников номер один так что если хотите выращивать хорошую рассаду видите я беру ее она такая не жмякается даже видите ну это еще зависит от сортов так что друзья воздух я думаю что это будет последнее такое детальное видео про воздух теплица именно с рассада еще буду говорить много про перец потому что для перца тоже нужен воздух ну вот так вот для тех кто меня спрашивал насчет того как переносит пикировку баклажан и перец я скажу так им для баклажана и перца всегда должна тепли теплица быть закрыта чтобы грунт настолько прогревался что это хватало бы там в теплице которая не погревается хватало и на ночь ему ну вы понимаете сорняки будут очень большие кстати я постараюсь поехать к одному толковому человеку который помог мне запустите теплицы именно теорию выращивания огурца без рассады и вот этой рассады есть один такой хороший человек и вы посмотрите он мне звонил недавно говорит ну он так знаете человек который 13 лет своей жизни занимается или 14 выращивания рассадой и он скажем так уже пожилой человек пенсионер и мы знаем что те люди которые прожили жизнь они уже как бы сформировались и у них есть своя точка зрения вот по этой причине он все равно пикирует я его заставляю сеять ящик он говорит какой ящик не эти не надо штучки современные говорит буду пикировать и вот он спикировал вроде говорит пикировал много было перца сейчас прорвал от сорняков потому что перец он туго растет это не помидора друзья кстати спрашивали в чем же секрет что быстро растет рассада это вам помидора друзья это называется помидора пришло время и она отлично развивается отлично растет ну вот так поэтому если хотите выращивать баклажан и перец сети его в ящики до 1000 штук на ящик и будет вам счастье друзья а пикировка вам не нужна если вы хотите заработать на рассаде именно на рассаде которая для дашников кто-то знаете там хейтит это плохая рассада друзья мы выращиваем рассаду для людей которые вообще ну извините не буду за все говорить ну в основном знаете как приходят и говорят я купила у вас рассаду и она какая-то плохая я говорю почему потому что я купила рассаду капусты поехала на дачу посадила через месяц приехала ее там нет понимаете да то есть люди вообще не ухаживают за рассадой не буду за всех расписываться потому что это будет неправильно но в основном это так поэтому мы стараемся неплохого уровня вырастить много рассады качественной ясно что это не та рассада которая скажем так у профессионалов несмотря что это канал делай профессионально называется есть свои своя да свой клиент свой заказ своя цена потому что мы можем выращивать много рассады и дорогой но кто будет платить деньги за ту работу да как мне сказал один человек недавно говорит ты садишь себе дорогой перец а продаешь как бы ну нет не такое не такую дорогую рассаду я говорю потому что не каждый будет платить за рассаду по 4 гривни за штучку а хочет купить за рубль 50 или за рубль или вообще бесплатно ну в общем вот так поэтому друзья вот так вот хорошо буду бежать потому что есть работа еще хочу немножко попекировать последние эти дни готовиться на рынке уже третий день но вот так в общем давайте вашей рассаде воздух если так получилось что рассада росла не в закаленном месте вместе извините в том которое не проветривается то обязательно сделайте проветривание для того чтобы рассада не пропала на напоследок я скажу что один раз я купил степлицы для себя по моему 100 штук или 200 штук рассады которая не закалялась она была 20 сантиметров и такая толстая ножка у нее была и вся она пропала она не повяла давал много воды все окей ну все как сгидно чинного законодавства так что друзья закалка рассады очень необходимо напоследок скажу что я доволен этой теплицей по той причине что очень быстро можно ее проветрить внизу 43 люка верхние два нижних значит посередине вы знаете открывается окна верху и также с другой стороны то есть когда нужно проветить быстренько все проветру когда уже эта рассадка подрастет и надо будет ее тормозить в росте то будем делать это так полностью сквозняк полностью открываем будет расти как на улице ну вот так вот так что если контент полезен друзья подписывайтесь на наш канал есть такие моменты что что там этом себе уточняем в чем-то тоже учимся так что не судите строго спасибо за вашу поддержку спасибо за комментарии обязательно подписывайтесь на наш канал друзья комментируйте задавайте вопросы по возможности будем отвечать сейчас я буду стараться снимать много контента по делу потому что зимою больше мы философствуем рассказываем как надо жить в тепличном бизнесе выживать ну а сейчас конкретная практика сейчас у нас идет сезон до конца мая и даже дальше там недельку-две может еще поработаем с рассадой а потом конец мая друзья высадка нашего шикарного перца рассада растет я думаю сегодня завтра возможно сниму видео но вот так вот друзья спасибо скоро увидимся пока